Любочка болеет, поэтому говорить буду я, к сожалению, за нее. У нее голоса нет. И сегодня Любочка покажет, как удобно и хорошо формировать котлетки при помощи обычной металлической лопатки. И они получаются все одинаковые, аккуратные, одного размера, одной толщины. В общем, метод супер. И ничего сложного. О, точно такая же рядышком. Обваливаются котлеты в сухарях панировочных. Сегодня их будем запекать в духовке. Но также можно жарить и на сковороде, это уже кому как нравится. В духовке получаются более диетические, то есть меньше жира. Но если жарить на сковороде, конечно же придется добавлять растительное масло. Видите, прямо одна к одной получается, одна к одной. И, конечно, очень даже хорошо такие котлеты сделать сразу же впрок. То есть часть приготовить сразу же, а часть можно убрать в морозилку. И в следующий раз у вас уже не займет времени приготовления обеда или ужина. Только бросили на сковородку или в духовку. И обед у вас готов. Идем. Человек без голоса говорит, ого, я к ней пристаю. Да идея с котлетами, это была ее идея. Это не я мучаю больного человека. Это больной человек сам захотел котлетосиков. Вот видите, какие ладненькие получаются. И размер один, и толщина одна. Ну, конечно, толщину вы можете варьировать по своему вкусу, усмотрению и размер тоже. Детям, например, очень нравится, когда маленькие котлетки. Можно наделать большее количество, но маленького размера. И, конечно, круглые или овальные, это тоже уже. Смотрите, кому как нравится. Ну, вот на сегодня пока все. Всем удачи, добра. Заходите к Любаши на канал, она вам будет очень и очень рада. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!